Сегодня в Тюмени проходит областной этап Олимпиады по робототехнике. Своей командой представили 50 образовательных учреждений региона. Возраст участников от 7 до 22 лет. Сейчас на месте событий работает наш корреспондент Яна Пелеховская. Она на прямой связи со студией. Яна, здравствуй, скажи, уже известны имена победителей? Ира, здравствуй. Нет, имена победителей еще не названы. Они станут известны сегодня в районе 4 часов. Ну, а сейчас соревнования в самом разгаре. Областная Олимпиада по робототехнике проходит сразу по нескольким номинациям. И на самом деле роботы делают очень много интересных вещей. Некоторые роботы умеют сортировать мусор. Некоторые роботы даже играют в футбол. Ну, а у меня за спиной есть даже робот-квадрокоптер. Мы сегодня работаем на коленках совершенно не случайно. Все потому, что рядом со мной сегодня находится Нигина Ивахненко, участница соревнований. Нигина, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что это за изобретение? Это робот-плот. Его главной задачей является собрать нефть с поверхности воды. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Вот. Мы запускаем программу. Сейчас он с помощью алюминиевой ленты должен собрать нефть с поверхности воды. И с помощью скребка из фторопласта она соскребается в отдельную емкость. И из этой емкости по трубкам переходит в топливный отсек для самообеспечения топлива. Нигина, спасибо. Ну, мне кажется, это изобретение было бы интересно экологам. Ну, а мне остается добавить, что областная олимпиада по робототехнике в этом году собрала 180 участников. Это очень много. И лучшие из них будут представлять регион на федеральном уровне. Ирина? Яна, спасибо. Изобретения действительно впечатляют. Еще больше подробностей ждем к вечернему выпуску ТСН. Продолжение следует...